Мы с вами на канале АВИФ, в программе с Марком Гориным. А Марк Горин – это я. Со мной в студии уже, в общем-то, знакомый вам собеседник, общественный деятель и председатель очень уважаемой авторитетной общины выходцев из Азербайджана Лев Спивак. Друзья, тема у нас, во-первых, их две. Вот сам факт их совпадения, он уже носит какой-то вообще глубоко символический характер, человек светский, но всякого рода такие вот символические случайности – это просто, как говорили в классике философии, непознанная форма закономерности. На днях, ну, то, что парламент Азербайджана принял решение долгожданное, но не, так сказать, не сенсационное. Этого ждали, это было ожидаемое очень решение с обеих сторон об открытии посольства Азербайджана в полном, как говорится, объеме дипломатической работы. Это принял парламент, все были этому рады, но на днях поступило еще более, может быть, знаковое сообщение о том, что президент Азербайджана Ильгам Алиев дал конкретное президентское поручение в открытии посольства. Я хочу обратить внимание на одну деталь, прежде чем передам любое слово. Дело в том, что президент Азербайджана Ильгам Алиев имеет, как говорится, личную, персональную заслуга не только в том, что вот сейчас открылось посольство, это понятно, а еще и в том, что вообще по-иному начали складываться взаимоотношения Израиля с тюркоязычным ареалом, ну, мусульманского мира, скажу. Дело в том, что несколько лет назад, это было, кажется, сразу после очень такой серьезной войны, когда Азербайджан деоккупировал свои территории, которые были захвачены и много лет были под властью оккупантов, и выехал в войну, которую там справедливо назвали «Отечественной», Ильгам Алиев выступил с инициативой об изменении качественного улучшения взаимоотношений Израиля и Турции. И я видел, что сегодня эта инициатива, которая вообще подняла этот разговор на мировой уровень, благодаря Ильгаму Алиеву, она сегодня обращается в жизни реальной. Наши отношения с Турцией, они уже нормализованы и улучшаются с каждым. И вот сегодня открытие посольства, это делает все эти процессы еще более динамичными, яркими. Сегодня, ну, я думаю, что можно ожидать и еще большего. И вот теперь я хочу предоставить, Лёва, тебе слово, чтобы ты рассказал, чего же мы можем ждать в связи со столь важным событием. Исторически происходило пару очень важных вещей в этом плане. Во-первых, Израиль был одной из первых стран, которая признала Азербайджан независимым государством. Раньше большинства мусульманских стран, что немаловажно для тогда начинающей только свое становление страны фактически. И как раз в дни, когда мы говорим, в первых числах декабря 31 уже, как бы, год назад, да, получается. И поэтому в этом году мы, да, отмечали, у нас было очень много мероприятий на эту тему, всяких торжественных, официальных, праздничных и здесь, и в Азербайджане, посвященных именно 30-летию дипотношений. Сразу хочу отметить, что в отличие от практически всех прочих стран постсоветских, Азербайджан единственная страна, в которой на протяжении всех этих лет были только профессиональные дипломаты. Что, по-моему, говорит очень о многом. И это тоже показывает важность наших взаимоотношений. Сотрудничество в плане разведки, в плане военных поставок и взаимоотношений, в плане энергетической безопасности Израиля на протяжении всех этих лет развивались, развивались и развивались. Готовясь к нашему разговору, я открыл некие цифры в интернете, поискал и нашел очень интересную вещь. Скромный товарооборот между Израилем и Азербайджаном даже не достигает 1 миллиарда. А в 2021 году, а в позапрошлом, не достигал и половины миллиарда. Но дело в том, что это такие немножко цифры, скажем так, играют цифрами. Потому что мы все прекрасно знаем, что 60% нефти мы получаем из Азербайджана. И это обеспечивает нам хоть какую-то стабильность. По крайней мере, обеспечивало все те годы, что у нас не было никаких отношений с арабскими странами. Вопрос в том, что эта игра происходит, потому что тоже в Азербайджане нефть бывает не только Азербайджан. Есть и английские, и французские компании. И это числится как бы, что мы через них берем. На самом деле это все та же азербайджанская нефть, и это игры с цифрами. Затем мы изъявили желание покупать газ. Сегодня, когда у нас появился свой газ, когда Израиль из импортера превратился в экспортера газа, у нас опять есть повод для хорошего сотрудничества. Ведь Азербайджан свои энергоресурсы, и газ, и нефть поставляет по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. И оттуда уже в Европу. Джейхан — это, кто не знает, турецкий порт на Средиземном море. От Хайфы до Джейхана всего-навсего 600 километров. И если мы сумеем проложить трубопровод из Хайфы в Джейхан и подключиться уже к существующему азербайджанскому трубопроводу в Европу, это решает все наши проблемы с экспортом газа, которого сегодня у нас даже слишком много. Мы уже сегодня поставляем газ в Европу, но это происходит через Египет. А это, как я понимаю, Люк, прости, входило и в планы господина Эрдогана, президента Турции, когда вот мы улучшали наши отношения между нашими странами. Уверен, что это было далеко не последним. И президент Азербайджана Ильхам Алиф, еще, кстати, до этого начавший посредническую деятельность между Израилем и Азербайджаном и пытающийся наше отношение восстановить на совсем других основах. Но ситуация с газом ускорила ситуацию. Потому что Эрдоган, что бы про него кто ни говорил, абсолютно прагматичный политик, понимающий, что без финансов страна бесполезна, его власть никому не нужна, надо укреплять экономику, чуть-чуть пошатнувшуюся в последнее время в Турции. А, естественно, за перегон через свою страну и через свой порт энергоносителей Турция получает свою уплату. И она выражается в данном случае в огромных цифрах просто. Это то, что об энергетике. Если взять военную область сотрудничества, здесь тоже все началось еще в начале 90-х. Сегодня уже об этом говорится открыто, что, например, служба охраны президента Азербайджана проходила обучение здесь, в Израиле. Затем начали сотрудничать спецслужбы, потому что ни для кого не секрет, что уже в те годы, в 92-93, Иран очень мощно начал давить на Азербайджан. Азербайджан всячески проталкивал пропаганду, как политическую, так и религиозную. И, в общем-то, светской стране, Азербайджану, кстати, у Азербайджана в Конституции написано, что оно светское государство, и религия отделена от государства. Так что говорить, что это мусульманская страна, в общем, не совсем корректно. Это светская страна, в котором большинство религиозных людей – мусульмане, но и очень много вообще нерелигиозных людей. И Азербайджан приложил огромные усилия к противостоянию пропаганды Ирана, чтобы не превратиться в такую же Исламскую республику. И, в общем, им это удалось. И вполне вероятно, что тоже не без нашей помощи, потому что неоднократно, кто следит за прессой и отношениями, многократно была информация совместными усилиями. В спецслужбе Израиля и Азербайджана остановлен теракт, предотвращен теракт, предотвращена диверсия. Вот вам пример успешного сотрудничества наших разведок, дружбы двух стран. И вначале начались торговые, военно-торговые отношения, начались, в общем, с мелочей, с поставки оборонительных, различных личных защитных средств, которые, кстати, у нас очень развито производство. Мы собрались еще и для того, чтобы отметить сегодня вот такое совпадение. Пятнадцатилетие, ну, уже не просто существование, существует оно нам давно, но пятнадцатилетие формальной организации общины выходцев из Азербайджана. И вот я так понимаю правильно, что тогда и был создан АЗИС, организация Азербайджан-Израиль. Это тоже имеет свою довольно древнюю историю, потому что первая организация с таким названием появилась еще в 1988 году в Азербайджане и просуществовала там до 95-го года. Затем она как-то прекратила свою деятельность. Формально она существует и сегодня. Сейчас объясню, каким образом. И здесь, в Израиле, параллельно тоже создавались, ну, небольшие организации. Была в Хайфе, в Нитане, в Ашкелоне, организации дружбы, Хайфа, Баку и так далее. А как раз в эти дни, в декабре, уже 16 лет назад, собралась группа инициативная и на основе вот этих вот существующих организаций и вновь подключившихся людей было решение создать большую всеизраильскую организацию. И уже в апреле следующего года, 2007-го, то есть 15 лет назад состоялась учредительная конференция или первый съезд, кто как называет, Международной ассоциации Израиль-Азербайджан-Азиз, что, в общем, очень так на тот момент всколыхнуло общественное мнение и в Израиле, и в Азербайджане. И даже могу похвастаться, в общем, впервые тогда состоялись прямые встречи между министрами Израиля и Азербайджана. Сюда приехал к нам на учредительный съезд министр диаспоры Азербайджана, а от Израиля присутствовали министр Аввиктор Либерман, министр связи на тот момент Шауль Мофас. И Шауль Мофас передал прямо у нас на съезде приглашение своему коллеге, министру связи Азербайджана, приехать сюда с официальным визитом. То есть фактически создание Азиз заложило начало и межминистерским отношениям, которые в итоге вылились, кроме обмена визитами взаимными различных профилей министров, вылились в то, что полтора года назад здесь открылись в Израиле два представительства. Представительство туристического министерства, Министерство туризма Азербайджана и Министерство экономики Азербайджана, а также была создана специальная международная комиссия межминистерская Израиль-Азербайджан. Это потрясающе здорово, что общественная организация просто становится потенциалом межгосударственных отношений, тем более они находились не совсем в понимании, не было посольства. Война, оккупация в Азербайджане, все это сказывает, конечно. И наши отношения с усамарским миром, будем прямо говорить, на сегодня совершенно другое приобреваемое. Расскажи вообще о той деятельности Азиза, ведь она просто невероятно насыщенная. Во-первых, у нас есть 12 отделений в городах Израиля, где наибольшее количество выходцев из Азербайджана, а нас в Израиле порядка 70 тысяч. И мы регулярно проводим, наш культурный центр проводит встречи вообще еженедельно. И ты тоже был гостем этого культурного центра. Да, и прекрасно знаешь, мы приглашаем видных людей, интересных для общественности людей. И что самое интересное в этом, что на эти встречи приходят не только выходцы с Азербайджана, потому что в нашей общине есть много людей, которые интересны всем. И, в общем, мы это используем и пытаемся повернуть людей в сторону Азербайджана благодаря этим людям. Мы проводим концерты на всевозможные праздники. Вот только две недели назад приезжала народная артистка Азербайджана, и мы давали в Кириад-Яме большой праздничный концерт ко Дню Победы. Мы ведем обширную издательскую деятельность. Она как бы была все годы, но вот период короны, он у многих в жизни многое изменил. И, в общем, изменил и в нашей организации. У нас очень сильно развилась именно издательская деятельность. И сегодня мы издаем в среднем книгу в месяц на четырех языках азербайджанский иврит, русский и английский. А, извини, на пяти еще и на джури у нас есть книги. На пяти языках мы издаем регулярно самые разные книги на самые разные темы, от темы Холокоста и до перевода азербайджанских детских сказок на иврит. Вот скоро ожидается выход очередной сказки. Я в курсе, я, так сказать, там, ну, так сказать, не то, что открою тайну, наоборот, я ее не открою. Но есть тема, которая касается вот лично меня и поэтому в этой сфере, к которой мы, как-то, с Левой вернемся отдельно. Лева, огромное спасибо. Я думаю, что сегодняшние события, о которых мы говорим, имеют просто невероятный потенциал, который мы с вами, безусловно, застанем и которые мы будем наблюдать. И до радости бакинцев, выходцам из Азербайджана и народу Азербайджана, и нашим обеим странам, которые очень уверенно развивают свои отношения. И мы не сомневаемся, что в будущем они будут еще ярче и служить обеим странам и обоим народам. Спасибо, Лева. Спасибо за сегодняшний разговор. И до новых тем, которые, так сказать, нам и нашим зрителям, безусловно, будут интересны. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты в программе с Марком Гориным на канале АВИМ. Приходите, будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!